Время пришло. Меморандум, подписанный с Международным валютным фондом, нужно реализовывать. Сегодня на заседании Кабмина озатачились сроками выполнения этих обязательств. Что сейчас в приоритете и какое домашнее задание получили министры? Узнаем у Павлина Василенко. Меморандум с МВФ подписан. Теперь пришло время его реализовывать. Правительство сегодня утвердило план по внедрению в жизнь обязательств Украины перед фондом. А для того, чтобы уложиться в конкретные сроки, Кабмин обязал все ведомства отчитываться перед ним ежемесячно. Среди основных требований, напомню, создание рынка сельхозземель, введение обонплаты за газ и проведение пенсионной реформы. Последние министры уделили больше всего внимания. Главная задача сделать пенсионный фонд бездефицитным и повысить уровень выплат. У нас есть глобальная співпраця с МВФом. То есть они не смотрятся на только один параметр. То есть еще раз, мы работаем разом, чтобы запустить правильную пенсионную реформу. И, конечно, часть этой реформы должна быть осуществлена. Сейчас мы все это работаем. Все мы сейчас в комплексе анализуем. И будем угодненный вариант подавать к Верховной Раде. Из-за продолжающейся торговой блокады Донбасса Кабмин сегодня продлил чрезвычайное положение в энергетике, которое ввели еще два месяца назад. Тест по-прежнему ощущает острую нехватку энергетического угля. Некоторые из них уже прекратили работу. Топливо для теплоэлектростанции добывают и на шахте Степная во Львовской области. Сегодня правительство поставило точку в расследовании взрыва, который произошел на шахте 2 марта этого года. Причина гибели восьми горняков – нарушение норм охраны труда. Была порушена схема, которая была подтверждена в Держпрации, про проветривание шахты. И таким образом, вместо 473 кубов поветра, в шахту поступало всего 156. И самое главное – не информирование людей, которые были в середине при проведении ремонтных работ, и которые не знали, что стан метану повышается. Я считаю, что тут нужно квалифицировать. Это очень и очень жестко. Потому что, на самом деле, должны принести покарание горы руководителей. Позвольняйте их негативно и проведите системную работу по каждой шахте государственной. Розясните им, они что не понимают, что они делают. Для улучшения безопасности работы шахтеров Кабмин выделит 200 миллионов гривен. А вот на дырявые дороги уйдет в разы больше. Миллиарды не уйдут в песок, пообещал глава Украфтодора. Во-первых, составит черный список подрядчиков, которых больше не допустят к ремонту дорожного покрытия. А во-вторых, появятся новые контролеры. Своеобразная полиция качества. В этом году в бюджете Украфтодора предназначено 20 миллионов гривен, которые мы предназначим на покупку мобильных лабораторий. Это будет наша внутренняя подпорядкованная руководитель Украфтодора, так называемая полиция качества, которая будет контролировать качество выполненных работ на дорогах. Не забыли министры и о пережитках прошлого. Снова вспомнили о декоммунизации, но уже не о сносе памятников и переименовании улиц. В этот раз собираются отменить абсолютно все нормативно-правовые акты советских времен. В завершении от Кабмина опять досталась нацкомиссия по противодействию коррупции. Министры хотели рассмотреть отчет о антикоррупционной политике за прошлый год, но решили, что при неработающем сайте декларации этот вопрос не актуален. Мы вернулись к НЗК, НЗК никак на это не реагирует. А есть руководитель НЗК? Нема, не пришла? Видно, премию себе выписывают. Это не институционная недоречность, это профессиональная невоответственность и некомпетентность. Вернуться к антикоррупционным делам собирается уже на следующем заседании. Павлина Василенко, Сергей Килибник. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...